На сегодняшний день, ребят, не нужно дорогостоящей студии, достаточно иметь компьютер, звуковую карту, иметь контроллер и монитор. Мы проводим обучение на современных программах, такие как Ableton Live 9 и Logic Pro 10. Что на этом курсе вы вообще получите? Мьюзик продаж. Первое изучение программы Ableton Live, вы создаете трек. Второе это ремикс. Третье это основа звукорежиссуры, это Ян Миленский. Четвертая часть подготовка к экзаменам. Мы вас научим правильно создавать мелодические панты и барабанные ритмы, это очень важно. Мы вас направляем именно на правильный вектор, чтобы вы научились завершать тот трек, который начал, то есть от начала до конца. Миксы должны быть интересными, реально уникальными. Как это делается? Это можно сделать только в программе Ableton Live, потому что вы всегда можете, то, что вы записали, вы можете вернуться и в окне аранжировки подредактировать все карандашиком, что-то передвинуть, подвинуть. И, скажем, в этой линейной аранжировке вы можете расставить все, как вам нужно, без каких-либо ошибок. Мы работаем более семи лет в сфере музыкального образования. У нас сертифицированные преподаватели. У нас эффективная методика обучения, разработанная на базе многолетнего опыта. Буду вам рассказывать все, что касается звука, от, от и до. Все занятия будут строиться на основе того, чтобы вы понимали, что вы делаете. На пальцах я буду вам все показывать, рассказывать. Для того, чтобы делать музыку, сам музыкальный контент, для того, чтобы написать чижика-пыжика, нам не нужны никакие золотые мониторы, не золотые разъемы, не дорогущие компьютеры. То есть сам музыкальный контент можно делать на что угодно. Но чем больше нам нужен результат, окончательность, то есть окончательная запись, тем лучше должна быть аппаратом. Не стоит добиваться перфектного звучания в момент, когда вы придумаете музыку. Я буду многих психологических вещей рассказывать вам, много по психоакустике. Если вы соблюдают все правила, то все становится неинтересным и выхудшимым. Но тем не менее, эти правила надо знать. Да, надо знать грамматику, для того, чтобы, нарушив ее, это слово неправильно написанное специально стало смешным. Моя задача так, чтобы вы поняли, чтобы вы сами начали думать. На любая музыка является манипуляцией. Просто единственное, это манипуляция людьми на одном уровне. Сочинение музыки – это манипуляция людьми на другом. Этим можно делать это проф.